Как нужно было то же самое объяснить для тех, кто знает, что такое синус и косинус? Значит, ребят, сейчас я говорил для тех, кто хорошо любит решать квадает приравнение, да? То есть там провели прямую, посчитали и так далее. Вот, а теперь ту же самую задачу давайте разберем для людей, которые вот квадает приравнение не очень любят, но зато очень-очень-очень любят синусы и косинусы. На самом деле это тоже вещь вполне понятная. Смотрите, что мы делаем. Вот у меня есть, у меня есть оси координата, вот это оси Х, вот это оси У. И я хочу разобраться вот с этим самым ней. Смотрите внимательно за руками. Сейчас все будет легко с этим уравнением. Значит, я делаю так. Я беру, заранее я не знаю, как пройдет этот оси. Я беру и провожу под каким-то углом прямой. Вот под каким-то углом Фи. Идея понятно? Отлично. Под каким-то углом Фи провел прямой. А дальше делаем следующее. Вот есть ось А. Вот здесь вот есть ось Б. Ой, А нехорошо, извините, пожалуйста. А и Б там будут путаться с по... Так, как-то ось обозначить. Х, не хочу штрих. З это и толк. Давайте, 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 давайте все-таки это будут у нас все-таки... Нет, кое-как, ничего. С и Т. О, С и Т, пожалуйста. С и Т. С и Т. Договорились. Под 90 градусов. И дальше зададим себе простой вопрос. Если есть точка, которая здесь вот задана координатами С, Т. Внимание! В новой повернутой системе координат. Понятно? Вопрос. Как узнать ее координаты в старой системе? Ответ очень простой. Как дойти сюда? Надо пройти сюда и пройти сюда. Согласны? Отлично. Здесь у меня отрезок длины С. Какие координаты у отрезка длины С, расположенного под углом Фи? Я сказал, для любителей синусов и косинусов. Это С косинусов Фи, а здесь? С синус. С синус Фи. Со мной все согласны? Отлично. А как узнать вот эту радость? Смотрите, ребята. Мы здесь на самом деле откладываем тот же самый угол Фи от вертикали. Поэтому по вертикали будет Т косинус Фи. Так. Значит, здесь вот такой вот короче. По вертикали будет Т косинус Фи. А в эту сторону будет минус Т синус Фи. Вот мы с вами получили в высшей степени важные формулы. Давайте их запишем. И вот этот вывод надо просто, что называется, не всегда запомнить вам. Потому что это будет очень-очень часто в вашей жизни. Итак, что такое Т? Это С косинус Фи минус Т синус Фи. Что такое Игрек? Это С синус Фи плюс Т косинус Фи. И вы, наверное, уже догадались, что я сейчас бесхитростно сделаю. Я просто вот эти две формулы подставлю сюда. Ребята, это, конечно, скучно. Я сам скажу, что скучно. Но это абсолютно надежно дает вам ответ. Потому что мы сейчас подберем Фи таким образом, чтобы после того, как вы все скобки раскрыли, у вас исчезло бы произведение. То есть легко работать, когда у вас есть сколько-то там х квадрат, ну сколько-то у квадрат равно единице. Это сразу понятно, что это или все лиги первого. Трудно, когда у вас есть вот этот вот коэффициент. Ну и замечательно. Подставляем. Что тогда будет? Я не знаю. Давайте я на эти доски посчитаю. Это крайне на самом деле просто, но надо не ошибиться. Проблема только в том, чтобы ни разу не ошибиться в учтении. Значит, это я написал на х в квадрате. Дальше. С косинус Фи минус Т синус Фи. А здесь у меня С синус Фи плюс Т косинус Фи. Так, и осталось чуть-чуть еще. И осталось еще написать, написать С синус Фи плюс Т косинус Фи в квадрате. Так, отлично. Ребят, давайте я буду в некотором смысле сразу выписывать ответ. То есть, я не буду каждое из этих выражений перемножать, а я буду соображать, что вообще-то есть С квадрат с коэффициентом. Понятно, с какими? Отсюда придет косинус в квадрате. Отсюда придет косинус в квадрате. Отсюда что придет? Синус умножить на косинус. Правда? Так, и пишем. Минус синус Фи косинус Фи. И отсюда придет синус в квадрате. Очень хорошо. Теперь давайте сообразим, что будет с произведением С и Т. Давайте я даже на новую статью напишу. Значит, итак, СТ. Что отсюда будет? Отсюда будет 2 косинус Фи синус Фи. Между прочим, я сейчас пишу самую важную вещь. Потому что именно этот коэффициент мне нужно будет сейчас приравнивать к нулю. И теперь я напишу коэффициент при Т квадрате. Плюс Т квадрат умножить на, смотрите, что. Синус в квадрате Фи. Здесь будет у меня синус умножить на косинус и с плюсом. Плюс синус Фи косинус Фи. Замечательно. И отсюда придет косинус в квадрате Фи. Замечательно. Это должно равняться все единицами. Я, разумеется, понимаю, что это скучно. Но, с другой стороны, я призываю всех проверить. Потому что если я сейчас хоть в одном знаке ошибся, то ответ получится крайне. Здесь было с плюсом, а здесь оно с минусом. Правильно? Понятно. Поэтому на самом деле вот этого просто не будет. Вот этого на самом деле просто не будет. Все. Спасибо. Спасибо. Потому что был еще коэффициент вот отсюда. Так. Замечательно. Замечательно. Значит, теперь у нас уже наконец все правильно. А теперь надо, чтобы косинус квадрат равнялся синус квадрат. Ну, какой самый простой способ взять? Это какой угол, у которого синус равен косинусу? 45 градусов совершенно верно. Значит, если мы возьмем 45 градусов, то вот этот коэффициент будет равен углу. И осталось мелочь. Осталось взять и сюда везде подставить 45 градусов. Поехали. Квадрат косинуса это 1 вторая. Минус 1 вторая. И? Собственно, косинус квадрат косинусу это минус. Это я в курсе. Важно, что здесь будет коэффициент 1 вторая. Пишу. С квадрат пополам. Хорошо. А здесь? А здесь 3 вторых. Ребята, вы посмотрите, как просто записывается это самое уравнение. С квадрат пополам плюс 3 вторых. Т квадрат равняется 1. Идею поняли? Да. Отлично. А теперь вопрос. Понимаете ли вы, что действительно полуоси это как раз корень из 2 и корень из 2 третьих? Понятно почему? Самое большое значение для S, которое возможно, это когда T равно 0. И тогда S это корень из 2. Самое большое значение для T, которое возможно, это когда S равно 0. Ребята, важно, вот это уравнение отличается от вот этого тем, что у нас убили вот это. Понимаете, да? Вот. А убили за счет поворота. Ну, естественно, что я полегурусь в общем виде это написать. В общем виде ситуация простая, что у вас получается вот здесь уравнение, из которого находится тот самый поворот. Все понятно? Все понятно.